Мы смотрите новости Афонтовы, мы продолжаем. Самая яркая культурная новость этой недели. Три золотых маски приза самой престижной театральной премии страны забрали театры из нашего региона. Главный триумфатор в этом году — Красноярский театр юного зрителя. В активе ТЮЗа две маски — за лучший мюзикл и за лучшую режиссуру. Это всё относится к спектаклю «Бендюжник и король», который поставлен по одесским рассказам Исаака Бабеля художественным руководителем театра Романом Феодори. И сегодня, практически сразу после самолёта, Роман Феодори у нас в гостях. — Роман Николаевич, здравствуйте. — Здравствуйте. — Во-первых, мы поздравляем вас с очередными и заслуженными наградами. Расскажите, как это было? Какие-то эмоции, когда это всё случилось, и вы получили награды? — Дело в том, что это было так напряжённо, так быстро, так много, так сжато, что эмоции пока ещё не дошли. Я думаю, что сейчас, когда мы выдохнем, мы, может быть, что-нибудь поймём. Это была просто какая-то гонка, в которой ты должен был работать, 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 насладиться или нервничать. — Ещё пока не успели. — Пока да. — Ну вот у «Бендюжника и короля» было восемь номинаций, причём по всем направлениям, и свет, и визуальная составляющая, и работа актёров. Вы всё-таки рассчитывали, ну вот если честно, на сколько? — Если честно, я не рассчитывал ни на одну номинацию, потому что сильнейшие соперники у нас были. Это Андрей Кончаловский, это лауреат Госпремии Геннадий Тростенецкий, это прекрасный Сергей Грицай. Это в основном были в этом жанре, жанре мюзикла, были театры и артисты, которые занимаются именно этим направлением. А мы спели в первый раз и уже как бы получили восемь номинаций, и для нас только номинации были уже победой. А то, что окажется, что лучший мюзикл страны идёт в Красноярске, этого мы, конечно, не ожидали. И поэтому я приглашаю всех зрителей прийти и посмотреть его, потому что никуда ехать не надо. — Нет, ну надо сказать, что это у вас всё-таки не первая «Золотая маска», и вот вы как-то всё равно, наверное, уже вывели рецепт какого-то такого спектакля, который может завоёвывать такие награды. — Ну, до этого мы получали «Золотые маски» вместе с Даниилом Ахмедовым, моим художником, дважды. И за драматические спектакли только. Один за «Мамашу Кураж» Брехта, а другой за спектакль Даниила за Алису. А в этот раз мы совсем в другой номинации, совсем в другом направлении, в области музыкального театра. Это совсем другое, и я думаю, что вряд ли можно найти, придумать какой-то алгоритм, потому что это всё каждый раз по-новому, это каждый раз новые люди, и я думаю, что это практически невозможно. — То есть алгоритма не существует, рецепта нет? — Мне кажется, что нет, да. — Ну, наверное, упорная работа-то здесь явно на первом месте. — Ну, и плюс к всему, как бы, работа этого большого коллектива, который называется «Тюзба», огромного театра, где больше 200 человек принимают участие над созданием спектакля, над его прокатом. Вот, поэтому я думаю, что каждый из них вложился в то, чтобы этот спектакль стал лучшим в стране. — Ну, вот говоря о том, как это происходило всё в Москве, после прошлогоднего успеха Алиса, москвичи задолго до премьеры расхватали билеты, и даже директор Вахтанговского театра говорил, что у него на входе просили билетик. И вот такое ожидание, и вот такой ажиотаж, это же тоже некий стресс-фактор. Вы как-то сильно волновались перед тем, как вот всё начнётся? — Да дело в том, что каждый раз, когда ты приезжаешь на какое-то новое место, ты, конечно, ужасно волнуешься, но у нас есть закон с нашими артистами, с нашим театром. Мы хотим выступить достойно, а конкретнее сделать так же, как у себя дома. Вот точно так же, как мы делаем для красноярского зрителя. И насколько я наблюдал в зале, приём был вполне себе такой спокойный, вдумчивый и вполне себе доброжелательный. То есть московская публика в этот раз ничем не отличалась от нашей красноярской. — От красноярской. Ну вот, когда ты долго к чему-то готовишься, часто бывает, что что-то может пойти не так. Вот у вас, как было на примере, всё было ровно. — Да, всегда, особенно когда ты выезжаешь в другое место, из собственного дома на другую сцену, всегда всё идёт не так. У нас была проблема очень интересная, потому что у нас оркестр маленький наш сидит прямо перед зрителем и перед артистами, и артисты видят его. В театре за два дня до наших спектаклей нам сказали, что нельзя его туда посадить. И мы вынуждены были засунуть его далеко-далеко, и артисты их больше не видели. Они должны были только слушать и интуитивно подхватывать. Вот, ну и вроде как бы всё равно всё случилось, все как-то собрались, и ничего страшного не произошло. Две золотые маски. — Ну конечно, всё случилось, победа, и всё завершилось. А вот знаете, как вы думаете, в чём магия эта история? Ведь вот, казалось бы, хронотоп у нас далёкий, это место действия Одессы, время действия дореволюционной Одессы. Персонажи, семья. В чём магия? — Магия, мне кажется, в сочетании несочетаемых вещей. Во-первых, Исаак Бабель — это человек, который очень такой прочный, фантасмагоричный, очень фактурный, куда обязательно просится сено, подробности, стаканчик водки. Вот. И художник, который с нами работает, Даниил Ахмедов, который придумывает прекрасную рамку, внутри которой воздух, и нет ни одной бытовой детали. Но плюс ко всему Ольга Шайдулина — это прекрасный дирижёр и аранжировщик, музыкальный руководитель, которая заставила эту музыку, написанную 30 лет назад, зазвучать по-сегодняшнему. Плюс ко всему артисты театра юного зрителя, которые блестяще оказались, владеют вокалом, пластикой, хореографией. И всё это в сочетании вместе, мне кажется, дало какую-то алхимию этому спектаклю. А увидеть его можно у нас два раза в месяц, и эту алхимию просто физиологически на себе почувствовать. Ну вот вообще сложно купить билеты, надо сказать, в ТЮС. Сейчас ещё сложнее, понятно, это будет сделать, потому что вас сегодня встречали в аэропорту как героев. Мы вас ещё раз искренне поздравляем с победой. И в завершении нашего разговора, очень коротко, как вы считаете, вот у какого спектакля больше всего шансов попасть на следующую золотую маску? Вообще, в принципе, во всём мире? Нет, 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 ну зачем нам во всём мире, нам в Красноярске и в ТЮЗе? В Красноярске и в ТЮЗе я не знаю. Специальный экспертный совет из 30 критиков будет ездить по стране, отсматривать, ругаться, спорить. Надо задать этот вопрос им. Мы, когда создаём спектакли, я думаю, меня поддержит любой художник, любой режиссёр, мы никогда не думаем о том, попадёт ли он на маску. Ну что ж, спасибо вам за интересный разговор, спасибо, что пришли к нам в гости. Мы вас ещё раз поздравляем с заслуженной победой и снова ждём, чтобы вы получали новые награды.